Снова всем welcome, это снова я. В этот раз я решил заехать в вот такое замечательное здание. Точнее, это предприятие у них здесь находится. Это Nissan Nismo. Называется оно Nissan Motorsports International Company LTD. Как мы видим, здесь у них представлены некоторые варианты автомобилей, которые они улучшают для гонок, также для разного рода других вещей. Кому что нужно, там дрифт и так далее. Также здесь занимается тюнингом. Если у вас есть машина, вы можете сюда пригнать машину и вам ее здесь затюнят. Также у них есть, как вы видите, Академия вождения. Вы можете пойти записаться на Академию вождения и с инструктором поездить. Он вам все покажет, расскажет. Вот такой вот неплохой Nissan Fire Lady Z. У них с лейблом все. Также есть вот такой неплохой Nissan Note. Все как положено на низкопрофильной резине. Карбоновые вставки. Там салон полностью тоже переделан, затюнен под определенный стиль. Ну, не говоря уж про двигатель, там все как бы вместе с двигателем делается. Вот одна заехала машина. Вот отсюда, кстати, видно их выставочный комплекс. Как вы видите, вот, пожалуйста, там Наскаровская машина. На стене двигатели. Разные выставочные образцы. Также там он находится еще. Гоночные болиды. Мы сейчас туда зайдем, пока вот здесь поснимаем с улицы. Что у них еще за суть интересного. Это уже GT-R. Это легендарная машина у Nissan. Внутри тоже там сделан определенный тюнинг. Но отсюда плохо видно, отражение мешает. Вот еще одна FireLady Z. Я думаю, это одного из клиентов. Также, кто здесь тюнил машину. Выглядит тоже очень хорошо. Красиво. Кумамото. Вот так вот интересно сделана рулевая колодка. Откидывается вверх руль, чтобы вылезти можно было из ковша. Очень даже неплохо сделано. Сейчас я такую систему вижу в первый раз здесь. На Nissan. Ну что ж, пойдем, наверное, внутрь зайдем. Посмотрим, что там. О, машина на боку. Приделанная к стене. Кстати, по-моему, вместе с двигателем. Амортизаторы расположены горизонтально. Очень интересно. Двигатели, пожалуйста. R32 GTR. Технические характеристики я не буду говорить. Потому что это модернизированный двигатель. И у меня этих данных нет. Просят не трогать. Пожалуйста, еще. F-Sports. BNR 34. 2.8 объем. 50... А, 500 PS. 58. Килограммов. На метр. Другой R2 у них двигатель. 450 PS. То есть, модель BNR 32, BNR 33. И еще один есть. Это S2, BNR 32, 400 PS. Тут, наверное, стартовая модель. С которого я начинаю. 104,3 миллиона. Соответственно, и вот дальше там пошли. Чем мощнее, тем дороже. Там вот у них есть разная система. Турбонадова, турбины, разные амортизаторы. Диски, тюнинг. И также вот, боди даже продают. Видите, на стене. Просьба не трогать двигатель. Но мы не будем трогать. Поснимаем так. Я думаю, те, кто разбирается в двигателе, заценят. Выглядит очень, очень привлекательно. Все эти системы. Тоже можете здесь заказать в комбинезон. Купить. Курточки. Чудо-гоночные. Ну что ж, здесь давайте посмотрим еще. Пожалуйста, есть такая вот склеенная из пластика модель. Видимо, напечатанная на 3D принтере. Очень достойно, в принципе. Очень неплохо выглядит. Как я понял, этот GTR. Новый. Также у них вот здесь есть мастерская как раз. Где написано только для стаффов. Пожалуйста. Вот там все модернизации проводятся у них. За стеклом вы можете прям посмотреть, как все это происходит, что делается, как они улучшаются. Очень даже интересно. По крайней мере, для клиента это будет интересно, если он увлекается автомобилями. И так вот хотя бы отсюда посмотреть, чтобы там не мешать человеку работать. Очень даже неплохо сделано. В наших бы автосервисах вот такое не помешало бы в России сделать. Чтобы было видно, как бы все, как что там происходит, что вам меняют. Также вот марч, пожалуйста. Тоже новый, модернизированный. То есть новая версия марча. Тоже. Это Nismo. Тут вот технические характеристики указаны. Вот, пожалуйста, 1,4. Точнее, 1,5 практически у него. 116 PS у него. И 156 ньютон-метров. В принципе, очень даже неплохо. Тееступенчатая механика на нем стоит. Также вот есть еще один. Ну, не включается. Жаль. Сейчас посмотрим. Вот еще выставочный гоночный образец у них. Это Skyline S2000. Старая модель. Она выглядит как частерка примерно. Так же у нее спереди 4 фары должны быть. В мягке 2 сдвоенные. Квадратная такая. Тоже очень напоминает. Одно тоже, что почему-то не работает терминал. Посмотреть характеристики нельзя. Было бы интересно. Вот такая вот машинка. Тоже легендарный гоночный автомобиль. Когда только начинался вот NISMA создавать свои гоночные машины. Они начали именно с нее. как небольшой музейник. Внутри, конечно, все по-простому. Заднего сиденья нет. Вставлена там клетка. Вставлена там клетка. Вселение. Тут также у них шлема. Это шлема известных гонщиков. Здесь написано. Подписан каждый из них. Журналы. Если вы фанат, можете посчитать. Там расписана история. То есть все как было. Также вот модельки есть у них. Для коллекционеров это прям бесценно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова